Традиционное расширенное планерное совещание началось с эпидемиологической ситуации и хода вакцинации против гриппа и новой коронавирусной инфекции. Информацию по этим вопросам главе района представил его заместитель, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. За прошлую неделю у нас заболело 26 человек. Возраст болевших сейчас, к сожалению, не от одного месяца и до 88 лет. В конституционере сейчас находится один человек, на полторном, как бы 16 человек всего района. Поэтому мы все знаем, только организация от коридива может только нас всех уберечь от этой болезни. По вакцинации оно идет планово, три пункта у нас работают. По вакцине по наличию у нас достаточно, поступило еще на прошлой неделе, 800 доз у нас есть. По вакцинации по району, в принципе, достаточно вакцины. И ган-ковид-вак в детской тоже наличии, 65 доз. Отдельно по иммуникации против гриппа, тоже очень важная компания, которую нужно делать, считаю, лично и необходимо делать. От всего привета на сегодняшний день у нас 4794 человека, взрослых 3486 и детей 1308. Далее о проводимой работе по достижению показателей кипя и деревоцели и о грантовой поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций рассказала заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Марета Тугланова. Важное внимание было акцентировано на вопросе готовности к новому отопительному сезону. По данной теме дал разъяснение заместитель главы по строительству архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов. Руководитель района еще раз напомнил ответственным лицам о недопущении халатного отношения в данном вопросе и начале отопительного сезона в срок. На совещании обсуждены другие вопросы, как ход проведения работ по строительству объектов в рамках программы комплексного развития сельских территорий, о проведенной работе с населением по социальной газификации частных домовладений и другие. В завершение Заур Хамирзов попросил всех начальников отделов, а также глав сельских поселений более четкого и оперативного выполнения в срок данных поручений и пожелал всем плодотворной недели.